доброго времени суток youtube уважаемое психологическое комьюнити и на ваших экранах результаты методики pzmr простая зрительная моторная реакция реальные результаты реального человека с высшим образованием у 32 года буквально недавно он проходил у нас обследование и видео будет называться точка опоры великий греческий философ и математик архимед говорил так дайте мне точку опоры и я переверну землю так вот в плане психофизиологии функционального состояния человека методика pzmr одна из четырех общем то на данный момент существующих и работающих методик существующих не только у нас лаборатории мы вообще признана во всем мире методика pzmr дает возможность в общем-то по относительно несложным и в то же время непростым формулам рассчитать некую индивидуальную среднюю обратите внимание человек прошел обследование по трем пробам именно ppzmr простой зрительно-моторной реакции тут достаточно много разных цифр индивидуальное отклонение амплитуда моды все это необходимо для того чтобы эту формулу рассчитать коэффициент вариации вариационный размах одним словом мы имеем некоторые рассчитанные нормативы для мужской популяции российской федерации они могут быть нами скорректированы по возрасту и полу но самое главное вот этот человек русский тридцати двух лет от роду с высшим образованием мы получаем по трем пробам двести семьдесят шесть миллисекунд и вот это та точка опоры благодаря которой на которую опираясь мы можем перевернуть землю соответственно это проба можно усложнить конечно все это применить и нужно это делать обязательно применить помимо pzmr простой зрительно-моторной реакции уточнять и результаты и применять такие пробы как сложную зрительно-моторную реакцию реакцию на движущийся объект реакцию пробу шульта шульта соответственно уточнять и уточнять и уточнять вот представьте себе что человек пришел у вас раз прошел обследование второй раз прошел обследование третий раз прошел обследование соответственно накапливается определенная база данных выглядит это примерно следующим образом не буду показывать подробней значит он проходит и мы с легкостью высчитываем ту точку пор еще раз повторюсь прошу меня простить благодаря которой мы можем четко опираться в оценке конкретно взятого иванова ивана иваныча и говорить о том что это та точка опоры благодаря которой мы можем сказать о нем много попадет ли он в авто аварию да допустим в состоянии алкогольного обвинения чек приходит моего там три четыре пять раз обследовали шестой раз он приходит в шестой седьмой восьмой если мы видим существенное несоответствие его обычным показателем по функциональной пробе псмр мы можем говорить что что-то с этим человеком происходит не то то есть опираясь на некоторые незначительные ше именно подчеркну незначительные ше количество измерений но в частности здесь их три приведено на ваших экранах мы можем рассчитать очень очень точный показатель буквально в долях секунды и определить так называемую индивидуальное время реакции этого человека которая свою очередь по несложным опять же относительно несложным формулам дает представление об уровне функционирования центральной нервной системы cns данного конкретного человека и в дальнейшем отсрочено через день два три неделю месяц год мы можем говорить о том в какую сторону как развивается функциональное состояние развивается ли остается неизменным то функциональное состояние которое человек испытывает в различные моменты своей жизнедеятельности будь то перед выходом на рабочую смену будь то предположим после рабочей смены будь то на протяжении какого-то фиксированного временного периода предположим в течение рабочего дня или в течение одной недели в течение одного месяца в общем тут вариантов может быть до сотни то есть это может быть ежегодный мониторинг это может квартальный мониторинг человека недельный дневной и так далее то есть дает огромнейшая возможность а огромнейшую возможность оценки человека конкретного человека конкретного иванова иван ивановича в понимании сути его функционального состояния функция функционального состояния его cns центральной нервной системы вот задают мне вопросы постоянно вот я решил этот маленький ролик записать дискуссию за сам завел сам на нее и отвечаю подвожу некий итог на этом все если будет интересно покажу результаты попы не только по пазмарную с измр рд о шульты и так далее по другим пробам как это все у нас устроено в лаборатории но одним словом мы видим конкретную цифру на которую опираемся своей работе психологии это такая наука что она на самом деле настоящая психология она очень точная наука это не какие-то пассы до руками там пассы там словоблудия а именно цифры 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 еще раз цифры формулы простые или сложные вам судить они не очень сложные не очень просты в то же время но к этому надо прийти господа психологи это надо понимать то есть хорошо рассуждать зигмунде фройде нам или психологизме в работе достоевского который за пояс уделывает любого зигмунда фройда или карла юнга или там пизишки она это ладно с ними бог с ними там с пизишки она мир больно на эдритую мать похоже настоящая психология она вся состоит из цифр на этом все благодарю вас за внимание и удачи вам пишите под этим видео задавайте свои вопросы вот сегодня дискуссия разгорелась собственно я ее хочу подвести итог этой дискуссии между коллегами в ватсапе общались спасибо за внимание всем здоровья и удачи зависит от времени вы вы Продолжение следует...